МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участковых, уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области, полковник полиции Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Юрьевна Воинова, заместитель руководителя контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Марина, добрый день. Здравствуйте. Надежда Евгеньевна Богатырь, помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов а несовершеннолетних, советник юстиции. Надежда, здравствуйте. Добрый день. И Михаил Игоревич Никитин, старший следователь-криминалист регионального Следственного комитета. Михаил, добрый день. Добрый день. Уважаемые друзья, начинается лето, первый день которого отмечен праздником. Может быть, это праздник, может быть, это такой особо знаменательный день, Международный день защиты детей. Сегодня давайте поговорим о том, от кого и от чего нужно защищать наше подрастающее поколение. Дадим практические советы. Поразмышляем о том, как же наши детишки, их родители пережили этот непростой год пандемии. Я надеюсь, что все уже ушло, во всяком случае, не так напряженно. И что сейчас главное на злобе дня, скажем так. И, наверное, Надежда Евгеньевна, начнем с вас. Состояние законности по профилактике детской преступности. И вообще, что беспокоит прокуроров? Ну, прокуроров беспокоит все то, что беспокоит население, поскольку мы работаем в тешной связи с гражданами Тверской области. И скажу, что состояние законности в сфере прав и интересов детей, оно не улучшается с точки зрения статистической отчетности, поскольку нарушений в этой сфере выявляется крайне много, и мер реагирования принимается тоже большое количество. Надежда Евгеньевна, нарушения с чьей стороны? Здесь кто вообще рассматривается? Кто нарушает эти законы и предписания? Это школы, это детские сады, это родители. Кто? Это школы, это детские сады, это родители, это органы здравоохранения, это в том числе где-то недоработка правоохранительных органов, в том числе это коллегиальные органы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это те же самые учреждения дополнительного образования, которые недостаточно вовлекают в свою деятельность детей и их доступность, скажем так, для детского населения. Это и социальная политика, которая развивается достаточно положительно на территории региона, но тем не менее она связана в аспекте каких-то других социальных фактов. Это пандемия, это занятость в целом населения, в том числе и взрослого. И поэтому проблемы детства возникают в разных сферах. В образовании, в здравоохранении, в сфере профилактики совершения преступлений. И если говорить о критериях какой-то преступности несовершеннолетних, я думаю, что ее раскроют, очень тонко покажет Александр Владиславович, поскольку они очень полный отчет ведут этой деятельности. Александр Владиславович, вот что показала пандемия. Я знаю, вот у меня в этой студии был начальник управления, регионального управления полиции, и он говорил, что были определенные опасения, что, что называется, всплывет, допустим, будет больше краж. Прогнозировали, как поведет себя население, как поведет себя ситуация, когда люди сидят по домам, когда они работают, когда, может быть, не хватает денег. Что показал ваш, что называется, сектор работы? Да, вы совершенно правы. Год пандемии дался нам очень сложно. В том плане, как вы уже озвучили, что в основном летний период прошлого года все несовершеннолетние были сами себе отданы. Это не только лето, ведь это же все началось, да? Началось, да, с апреля месяца это началось. То есть школы были закрыты, дистанционное обучение. Далее это все перешло в летний период. Лагеря у нас практически работали. Ну, принимали, но в небольшом количестве. Это не то, что в обычном режиме, в обычные 19-е и ранние годы. И если говорить за 20-й год, то, конечно, произошел рост преступности. Там более 15% у нас страны несовершеннолетних. И, ну, преступность, женщины, она лавируется, понимаете? Вот в этом году, если по 3 месяцам, да, мы наблюдали рост, там, небольшой, да, 6%, то по 4 месяцам он снижается. Но здесь, как бы, успокаиваться, я думаю, не стоит, потому что и в производстве следователей, как орган Треннего дела, так и Следственного комитета имеются уголовные дела, которые уже в этом году были совершены, и в прошлом году несовершеннолетними расследуются. Основные, наверное, виды преступлений, которые совершаются, это имущественный блок. Это кражи. Это кражи, да. Кражи, где-то есть грабежи, в основном это из магазинов. Ну, просто вот ребёнок зашёл, да, в супермаркет, не хватает денег, а хочется. А хочется. Просто поесть или потому, что в семье голодают? Знаете, мы проводили, наверное, глубокий такой анализ, и пришли к выводу, что, как и благополучные дети, из благополучной семьи, я имею в виду, просто ради интереса. Ну, не трое, наверное, не хватает. Да, получится у меня вынести из магазина шоколадку, сок. А вдруг от героев такие? Да, получилось. Один раз никто не поймал, за руку не взяли, второй раз пошли. Второй раз уже зафиксировали, и привлекаем уже к уголовной ответственности, если возраст достиг. Здесь, опять же говорю, наша задача, наверное, на сегодняшний день стоит, это всё-таки занятость несовершеннолетних, как и послешкольный период, да, там, в школе, в школу уроки прошли, чем они занимаются. И основной, наверное, наш период наступает, это уже сегодняшнего, уже, можно сказать, наступил, это каникулы летний период. Занятость, вы имеете в виду вот то, что и Надежда Евгеньевна сказала, это то, чтобы куда-то ребёнок пошёл, будь то спортом заниматься, да, будь то искусством, каким-то, может быть, рисование или музыка, да? Различные сферы, правильно сказали, спортзалы, школы, спортивные секции, лагеря у нас на следующей неделе, да, первая смена открывается. Всё-таки в этом году мы, наверное, констатировали, что всё-таки больше детей будет отправлено в лагеря, и там всё-таки с ними будет в том числе и проводиться профилактическая работа. А вот эта вся занятость, имеется в виду неработа школы спортивной и музыкальной, это недоступно пока родителям? Это и пока дороговато для многих? Или как? В чём проблема-то? Можно я отвечу? Да, да, конечно. Потому что в целом мы анализируем и бесплатность, доступность образования, как основной принцип конституционный, да, право граждан на бесплатность и доступность образования. И действительно многие секции, кружки, школы предлагают свои услуги детям, но какое-то сопровождение образовательного процесса, оно требует вложения денежных средств со стороны родителей. Все мальчишки хотят играть в хоккей. Это довольно дорогой вид спорта. Дело в том, что если все наши сложные подростки и подростки группы риска предложить эту активную игру, групповую, настолько такую сплочённую, да, и достаточно активную, если у них была бы возможность экипироваться и посещать эти секции, конечно, большинство бы детей их посещало. То элементарное даже какое-то развитие младших возрастных групп в сфере моторики, там, бисероплетения, в любом случае приобретается материал, расходный, которым работают дети, за счёт родительских средств. Не все родители могут себе это позволить, не все, к сожалению, этого хотят и это делают. Уважаемые друзья, мы сейчас вынуждены прерваться на небольшую рекламу. Не переключайтесь. 300-190, телефон прямого эфира. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире программа «Тема дня». 300-190, телефон в нашей студии. Сегодня с вами Ирина Чекунова. Говорим о тех угрозах и о том, как обезопасить наших детей и подростков. Начинается лето, начинаются каникулы. Говорим о занятости детей, да, перед перерывом говорили. О занятости, что мешает родителям отдавать детей в спортивные школы и музыкальные школы. Опять же таки, у многих просто не хватает денег. Да? Что-то надо менять. Во всяком случае, даже любой вид спорта взять. Хотели бы, Саш, вот дети, которые состоят у вас на учёте, чем-то заниматься? Вот вы же с ними разговариваете иной раз больше, чем родители, да? Ну, конечно, вот общались и с подростками, которые на учёте стоят, а с осуженными уже, которые совершили преступление. И вот анализ проводили. 35% хотели бы заниматься футболом. Кто-то хотел заниматься хоккеем. Ну, остальные там кто-то в кружках, кто-то там вокалом даже есть такие. Но причины, наверное, вопросы задавали, почему не занимаетесь, да? У кого-то не хватает там средств, да, там у родителей. Где-то в каких-то населённых пунктах этих просто секций нету. Если районы взять, да, области? Мало удалённые. Поэтому, конечно, проблемы в этом плане существуют. Но это бы проблема занятости, она бы сняла бы часть вопросов, которые сейчас вас беспокоят? Ну, в какой-то степени сняла. В какой-то степени, безусловно, сняла бы. Просто некогда было даже думать о каких-то противоправных действиях, да. Во-первых, мы бы часть детей с улицы убрали. Потому что, ну, от того, что нечем заняться, они идут на улицу гулять. А там возникают разные мысли. Пойдём туда. У кого-то возникла идея, пойдём, как я уже говорил, в магазин. Магазин, да. А у нас нет денег, а попробуем шоколадку. У нас же, может, получится. Ну, и в процессе там гуляния возникает. Конечно, если ребёнок занят, то меньше, наверное, таких мыслей будет. А Марина Юрьевна, Ваше основное беспокойство сейчас вот так. Вы видите ситуацию, которая сложилась с детьми и подростками. Мы неоднократно с Вами беседовали и за этим круглым столом. Что-то изменилось в лучшую сторону? Ну, как мы с Вами уже говорили, говорили в основном о безопасности детей. То есть, да, если мы немножечко уйдём в сторону от подростковой преступности, к сожалению, ситуация коренным образом не изменяется. То есть, у нас вот сейчас наступает тёплое время года, и уже сейчас каникулы. Дети, вот, опять же, участились у нас несчастные случаи выпадения детей из-за... По-прежнему, по-прежнему, да? По-прежнему, несмотря на все вот профилактические какие-то меры. Тем не менее, всё это из-за недосмотра родителей. Ну, вот кажется, да, вот сколько раз мы говорили, уважаемые родители, да, ну, присмотреть, ну, есть возможность, наверное, присмотреть. Вот недавно был случай, да, Вы говорили, Надежда Евгеньевна, полуторагодовалый ребёнок. Сегодня полуторагодовалый ребёнок выпал из окна пятого этажа. Но пятый этаж, должны быть меры безопасности, родителями обеспечены. Это, ну, априори, как правило поведения, как личная безопасность. А безопасность ребёнка, мне кажется, с их стороны должна ещё больше их как-то обеспокоить. Ну, тем более, вот маленький ребёнок, да, ну, надо как-то укрепить эти окна, да, за счёт чего? Сколько мы говорили, да, Марина Юрьевна? Ну, или хотя бы элементарно, полуторагодовалый ребёнок, я считаю, что его вообще нельзя выпускать из поля зрения, потому что даже в квартире он найдёт себе приключения, которые могут повлечь за собой тяжкие последствия. Поэтому, прежде всего, хотелось бы всё-таки обратить внимание родителей на то, чтобы следили за своими детьми. Даже дома, казалось бы, да, где с ребёнком, ну, наверное, по мнению многих, не может ничего произойти плохого, но тем не менее. И всё, и может произойти всё, что угодно. Всё, что угодно. Как мы даже говорим всё время, предупреждаем, элементарно прятать спички. И таблетки. И таблетки, и выключать из розеток всё, что угодно. И розетки тоже надо закрывать. Относительно несчастных случаев. Вот было, вот перед эфиром мы говорили, что, опять же-таки, лето несёт свои угрозы, падение деревьев. Те же самые. Падение деревьев. Это дороги ещё, к тому же, да? Водоёмы. 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 Сейчас начнётся. Лес, да? Когда дети могут уходить и что-то. Дикие животные, мало ли что. Да, и очень важно участники дорожного движения. Это ежедневно дети страдают в дорожно-транспортных происшествиях, где они являются и пассажирами, и пешеходами, и, скажем так, управляя транспортными средствами, различными велосипедами, велосипедами. Велосипедами, мопедами, самокаты теперь уже, да, которые попадают непонятно куда в ДТП. Мы сейчас, давайте предупреждать, вот, вот, коли это затронули. Всё-таки во многом от взрослых это зависит, а дети заложники ситуации. Вот как мы говорили, относительно самозанятости ребёнка после школы, да, будем это называть так, до предотвращения несчастного случая. Да, конечно, надо с детьми разговаривать, и разговаривать там не один раз в год, да, поговорить, что, на каком-то примере, регулярно идёт ребёнок гулять, видите, берёт велосипед, надо просто не полениться и сказать им, не выезжать туда, как дети обычно, а, мам, я знаю, или пап, я всё знаю. Нет, надо с ними проговаривать эти вопросы. То же самое водоёмов. Проговаривать нельзя подходить к водоёмам, либо подходить, ну, с сопровождением взрослых. Просто у нас беспечность, ну, взрослых, она гуляет, и ничего страшного. Он же гулял уже иногда. Да. Всегда какой-то случай впервые происходит. Марина Юрьевна, я вспоминаю, вот уголовное дело, когда вот мама вроде бы как отвернулась, девочка-то утонула. У нас в прошлом году это было. Ну, помните, был такой-то случай. И что, тоже вот так вот, как Саша говорит. То есть я говорю, во-первых, ребёнок и водоём, это секундное дело. Ребёнка паника, ребёнок захлебнулся, всё, как бы, ну, поэтому и взрослым нужно следить за детьми, разъяснять, и попросту не пускать детей без одних на водоём, какого бы возраста ни были, умели они плавать, тем более, если они не умеют плавать, всё это может привести к травмическим последствиям. О уголовных делах, что-то у вас есть относительно вот этого года, как для вас год пандемии прошёл для Следственного комитета относительно детской безопасности? Можете что-то сказать? От относительно детской безопасности у нас увеличилось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних. В отношении? Да. Ну, также и совершённых, ну, снижение у нас незначительное по возбужденным. Ну, тут это, конечно, совершённых несовершеннолетними касается нашей подследственности, потому что мы расследуем только тяжкие, особо тяжкие преступления, совершённые несовершеннолетними, ну, и часть, там, ряд статей, которые под следственным органом Следственного комитета. А, конечно, вот преступления совершённых в отношении несовершеннолетних, они вызывают опасения, потому что всё это, как правило, связано с каким-то вредом ребёнку, там, моральным, физическим. То есть это разные, там, и о половых преступлениях можно говорить, и о причине их здоровья. Получается, у нас всё-таки, куда не посмотри, самое незащищённое создание на нашей планете, да, и угрозы бывают везде и всегда. Что в отношении, что дети, которые, как вы говорите, что убрать ребёнка с улицы, а иная другая ещё проблема бывает, убрать ребёнка от интернета подальше, который сидит, и у него ходят вроде бы родители спокойно, он сидит дома. А чем он занимается, когда сидит за этим интернетом, и какие мысли в себя впитывает? У нас, например, Казани существует, и как от этого обезопаситься. Вот мне бы хотелось услышать, есть ли у вас взаимодействие. Вот все службы здесь представлены, потому что проблему-то решать надо, и, может быть, взаимодействие с властями, и если вы, что называется, единым кулаком замахнётесь на эту проблему, может быть, что-то тронется с мёртвой точки? Несмотря на то, что каждый из вас, конечно же, работает и делает большое дело. Ну вот, хотелось бы сказать, что на примере, так скажем, рассмотрения сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Эта категория для нас очень важная, потому что имеют место факты, когда именно в связи с безвестным исчезновением в отношении несовершеннолетних совершаются преступления. Вот, допустим, за истёкший период 2021 года у нас порядка 100 таких сообщений зарегистрировано в Следственном комитете, и мы всегда эту работу осуществляем совместно с органами полиции. То есть выезжаем по адресу, в обязательном случае устанавливается, так скажем, причина и те условия, которые способствовали безвестному исчезновению. В любом случае у нас регистрируется материал. Если мы не устанавливаем местонахождение несовершеннолетнего в течение суток, мы, как правило, возбуждаем уголовное дело. Уголовное дело возбуждается по части 1 ст. 105, это по убийству, по факту безвестного исчезновения. Мы не знаем, где у нас несовершеннолетний. Безвестное исчезновение, Миша, поясним для людей. Ну это когда родители не знают. Утром встал и куда-то пошел. И не сказал, куда пошел. А может быть, и не утром, может быть, когда... Самовольный уход. Самовольный уход, в каком направлении он пошел? Бывает, сказал, куда пошел, но не дошел. Но не дошел, да? Или пошел в другое место. Мы не знаем, где он находится. Как правило, это да, это 105 статья возбуждается всегда, да, насколько мне известно. Что называется здесь... Возбужденное уголовное дело нам дает больше возможностей установить информацию по его, так скажем, соединениям телефонов. Привлечь, так скажем, уже более весомые службы, в том числе органов внутренних дел. Это уголовный розыск. И мы, как правило, прямо на часы идет время, когда мы должны установить именно местонахождение несовершеннолетнего. Потому что, как показывает практика, если мы не находимся в течение первых суток, там возможно уже совершение преступлений. Но вот в этой, как бы, ситуации, да, бывают различные моменты. Бывает где-то халатность самих детей, где-то недосмотр родителей. Бывает, к сожалению, что действительно ребенок стал жертвой преступления. Совершается преступление, да? Но хочется сказать, чтобы родители более внимательно относились к тому, где их дети. Если он гуляет, как мы уже сказали, где он гуляет, соответственно, с кем он гуляет, в какой ребенок находится среде. Потому что существуют две проблемы. Одна проблема – это совершение преступлений самими, да, несовершеннолетними. А вторая проблема – это совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Мы вот анализируем периодически причины и условия, которые этому способствуют. Зачастую они, в принципе, ну, схожи. Поэтому, как бы, борешься с одним, недосмотрел, у тебя ребенок стал жертвой преступления. Или наоборот, он совершил это преступление. Та же занятость, та же безнадзорность. Я не говорю про какие-то сложные социальные условия. Да, вот, к сожалению, это тоже имеет место быть, когда, да, у нас дети иногда без призора находятся. Они растут на улице. Это одна, как, скажем, ситуация. Такие семьи на особом контроле, наверное, да? Да, они на особом контроле. Это, как правило, наверное, многодетные семьи, да? Я добавлю по самовольным уходам. У нас, ну, на сегодняшний день существует, наверное, снижение. В том году было больше уходило. Может быть, как-то и пандемия, да, сказалось, потому что дети сидели дома. Но что хочу сказать. Основные, вот, анализируем каждый самовольный уход совместно со Следственным комитетом. Значит, из-за того, что каждый самовольный уход, для нас это чрезвычайное происшествие. То есть, мы незамедлительно, да, выдвигаемся на сообщения к родителям, да, и изымаем всевозможные предметы, которые будут способствовать нам, ну, нахождению несовершеннолетнего. И причины, вот, они первые, это, наверное, вот из 87, да, там, сообщений, почти 100, вот, на сегодняшний день, наверное, уже, наверное, половина, это само, подростков, это самоутверждение в жизни. То есть, я самостоятельный, я хочу гулять, и хочу самоутвердиться в жизни. Подальше, может быть, это родители, которые все время учат. Подальше от родителей, я уже взрослый, да. И второе, наверное, основное, это все-таки отклонение в психическом развитии. Есть дети, у которых симптомы, наверное, такое есть у нас. Это бродяжничество, да? Бродяжничество, которое, ну, по сути, в расстройстве психическом, там, у них смысл уйти. Они уходят неоднократно. Основные, наверное, уходы все-таки, это из дома у нас происходят. И второе, наверное, это из учреждения образования. Из учреждения образования уходят те дети, которые, ну, после 9 класса закончили, переехали в другой город учиться там в среднем, там, в образовательном учреждении. Находится в общежитии. На общежитии один воспитатель, который, да, там, сидеть, а тут город, сидеть там в комнате не хочется, и вот они уходят. А мы на сегодняшний день добились именно вот из таких учреждений, чтобы незамедлительно воспитатель, как только к отбою там в 10 часов не пришел, несовершеннолетний, незамедлительное сообщение в органы тренинг делал. Вот, да, кстати, у некоторых еще сложился стереотип такой, что нужно подождать денечек второй. Вот ребенка нет, да, что полиция не примет заявление. Это ведь не так, чем раньше, чем тут на самом деле, как Михаил сказал, на часы идет счет. Конечно, это стереотипы сложившиеся, не знаю, может из фильмов, да, где-то, что три дня подождать. Нет, у нас на самом деле... Никаких трех дней не существует, надо моментально бить тревогу. Да, и хотелось бы сказать, вот, допустим, мы взяли одну проблему из множества, да, и эта проблема, она всем комплексом правоохранительных органов решается. У нас есть геномная база. У нас каждый вот такой ребенок автоматически ставится, его генотип устанавливается, и он становится в базу данных геномной информации. Когда бы он, соответственно, в какую-то ситуацию не попал, где генотип или как-то... Мы его в любом случае можем установить, мы его можем найти и в последующем тоже. Про работают сразу органы профилактики, он становится на учет. Соответственно, мы не должны забывать, что у родителей есть обязанность по содержанию и по нормальному воспитанию детей. Но если, Миша, если это учет, уважаемые друзья, значит, это нужно постоянно посещать эту семью, да, тем же инспектором по делам несовершеннолетних, это ваша задача. Самовольный ход является основанием для постановки на профилактический учет. Как минимум 6 месяцев подросток будет стоять. А если он постоянно уходит что-то делать, то можно с этим ребенком что-то? Центры есть специальные для содержания. Но ведь его же там тоже не будешь держать вечно. Вы понимаете, бывают условия, когда мы, допустим, приезжаем, устанавливаем, и мы видим, что родители абсолютно социальны. И ребенок находится в такой среде, что либо он от голода умрет, либо он действительно пойдет в преступную среду на улице. То есть он будет вообще никому не предоставлен. А это страшные вещи, это вовлечение в занятия, там, проституция, это какие-то преступления, это какие-то негативные моменты. Соответственно, ставится сразу вопрос о привлечении органов опеки. Да, кстати, лишение родительских правов. Да, хотела сказать про статистику выявления оставшихся без попечения родителей органами опеки и попечительства. За прошлый год таких детей выявлено, именно со статусом оставшихся без попечения родителей, 421 ребенок. За первый квартал 105 детей таких выявлено. Это не дети, которые из благополучной семьи вышли в кинотеатр, отключили телефон, и вот мама не смогла дозвониться до ребенка, обратилась в органы правоохранительные за розыском лица, как неизвестно, где находится мой ребенок. Это именно уже дети, которые находятся в социально опасном положении, либо в условиях угрозы жизни и здоровья, если они находятся в этой семье. Да, они все жизнеустроены, они определены в учреждении, проводится с этими семьями большая работа. Но это тоже одна из причин, когда дети совершают преступление, и когда в отношении детей совершаются преступления. 421 ребенок, да, это 2020 год. Такая сумма приблизительно, цифра, она одинакова каждый год, или что-то тут пандемия сказалось, или на самом деле социальная ответственность родителей уменьшается? Нельзя здесь говорить о пандемии как о причине, скажем так, выявления такого количества семей, поскольку был определенный запрет и выхода органов системы профилактики в семьи в период пандемии, и если граждане не желали беседовать с лицами, у которых есть полномочия на проверку условий жизни ребенка, то, скажем так, повлиять на них мы не могли в этот период. То есть уже в квартиру и в дом не зайти? Ну, конечно же, да, определенные запреты были, но, понимаете, если мы знали, что действительно там в отношении ребенка совершается какое-то правонарушение, либо он действительно в социально опасном положении, то несмотря на некоего пандемии, мы все-таки заходили в эти дома. С соблюдением мер безопасности говорит о том, что ничего не мешало компетентным органам защищать права детей в конкретных ситуациях. Но есть возложенные на органы системы профилактики функции, в частности на комиссии по делам несовершеннолетних, рейдовая работа. То есть каждый из этих органов, которые... Ну да, та самая проверка в том числе. Выявление не уже по факту работать с той семьей, которая есть у нас в базе, учете и разработана программа адаптации и реабилитации. Мы должны выявить семьи, о которых мы ничего не знаем и в которых неблагоприятная ситуация по взаимоотношению между членами семьи, либо это социальное поведение родителей. Проблема еще такова, что многие родители расписываются в полной беспомощности по воспитанию своего ребенка, перекладывая свои права и обязанности на органы. То есть они говорят, ну вот сделайте что-нибудь с моей дочерью, которая неоднократно уходит из дома. И я не могу ее контролировать, потому что она не слушается. А что делать в таких случаях? В таких случаях надо помнить родителям, что они должны в первую очередь быть авторитетом для своих детей. Если этого авторитета нет, значит какая-то проблема, скажем так, внутрисемейная существует. Надо больше разговаривать с ребенком, наверное, не думать только о материальной составляющей семьи. Я на работу, а ты как угодно. И вот пытаемся уже даже навязать родителям доверительное общение с ребенком. Правильно сказала. Навязать. Да, да. Да, потому что... Такое вот доверительное и навязать. Ну а потому что это, ну, как фундаментальные какие-то правила общения и воспитания ребенка. Правильно Марина сказала, что очень много проблем исходит из того, что отсутствует какое-то взаимопонимание между родителем и ребенком. Они не разговаривают, не выясняют круг общения ребенка. Чем он интересуется, где он проводит время. Он ушел гулять. Если он приходит домой, все довольны. Где он провел это время, зачастую родители не знают. Марина, а как, что говорят вообще родители? Вот все-таки вы рассматриваете крайние случаи, что называется, совершено преступление против ребенка. С родителями часто беседуют. Это, наверное, ваша работа и есть, да? В том числе встречаться с родителями. В том числе. К сожалению, многие умалчивают, как бы, может быть, для самих себя эту проблему как бы умалчивают. То есть, ну, если есть какие-то отношения, проблемы в детско-родительских отношениях, то все говорят, у нас все хорошо, вроде бы все замечательно, конфликтов нет, но, тем не менее, ребенок чувствует какой-то дискомфорт. Ребенок либо уходит из дома, да, мы имеем случаи самовольных уходов, либо уходит и совершает какие-то правонарушения, когда родители не знают, где он находится. Потому что в большинстве своем, насколько мы случаев рассматривали, родители считают, что у них вполне благополучный ребенок, у него все хорошо. А потом получают, что ребенок на какие-то сайты там запрещенные заходит, какую-то информацию размещает. Где промывают мозги буквально человеку, не сформировали. А родители уверены в том, что они знают все о своем ребенке. Вот эти вот детско-родительские отношения, их надо, конечно, строить таким образом, чтобы родитель знал всегда, где ребенок, с кем, чем он занимается, чем он дышит, чем он живет. Это вот, как всегда говорили, когда мы тему наркотиков поднимали, то же самое. Эта беда нас точно обойдет стороной, потому что у нас очень хорошая машина, потому что у нас двухэтажный коттедж, и у нас денег много, социальное благополучие семьи, вернее, материальное, скажем так, да, в норме. Все хорошо. И мы говорим, это не существует, нет границы такой четкой между бедным человеком и богатым. Это все равны перед такой бедой. Да, поэтому ребенку прежде всего нужно избой. Ну, так показывает практика, да. Вот, к сожалению, если говорить о нашей последственности, о тех преступлениях, которые в отношении несовершеннолетних совершаются, никто абсолютно не застрахован. Будь то, так скажем, девочка, которая до 12 ночи гуляет где-то с непонятной компанией, будь это абсолютно контролируемый ребенок, который сказал, я иду из магазина домой и не дошел. И не дошел. Да. Поэтому здесь прежде всего дети должны также сами себя, так скажем, стараться обезопасить. Есть какие-то элементарные правила поведения, которые в том числе родители должны детям объяснять. Это элементарные вопросы безопасности. Это элементарное, не нужно общаться с незнакомыми, неважно, кто это. Нужно себя стараться оберегать от каких-то возможных, любых ситуаций, в которых ребенок как-то ограничен в своем пространстве, в принятии каких-то решений. Сейчас очень много у нас камер, у нас много телефонов, много возможностей. Совершить преступление и остаться безнаказанным невозможно. То есть у нас раскрыто в отношении детей все преступления, которые совершены. Но, к сожалению, это не улучшает ситуации. К сожалению, нам потом ребенка-то не вернуть. Это нас не спасает от таких фактов. Уважаемые друзья, а куда смотрит школа? На школу сейчас есть какие-то наложены на педагогов какие-то обязанности по воспитанию? Мы потом смотрим все причины и условия. В современном гражданском обществе все должны задействованы быть институты. Это и образование, это здравоохранение, это прежде всего институт семьи. Правоохранительная система уже сталкивается, может быть, с какими-то уже, так скажем, огрехами работы всей системы. В том числе, может быть, и с какими-то нарушениями в развитии ребенка, что тоже как бы сказывается. Мы боремся, так скажем, уже с причинами и сталкиваемся с последствиями всего этого. Да, здесь уже вы, называется, может быть, последняя инстанция. Фактически, получается, да. Саша, часто в школу приходится ходить, и что говорят педагоги? Или они точно так же, как вот Надежда Евгеньевна сказала, что многие родители расписываются своей беспомощностью? Ну, вот я, наверное, продолжу. Наша задача, наверное, вообще-то и правоохранительных органов, и всех субъектов профилактики, это все-таки раннее выявление негативных процессов в жизни ребенка. Правильно сказали, начиная от здравоохранения, когда он в больнице начинает ходить, это там где-то гематома на теле, да, если это какие-то, это отклонение в психическом развитии в процессе становления ребенка, что, кстати, стало причиной, как вы про Казань вспоминали, да, не выявление, да, вот этого отклонения. Ну, и далее, ребенок больше всего находится в школе, ну, сначала в детском саду, потом в школе, да. И он общается с ним и с педагогами, и со всеми, и вот эти все, ну, вот звоночки там, в семье что-то происходит, они не должны оставаться без внимания. Для этого и создано сейчас в школах везде психологи. Поэтому работа, вот есть звоночек, необходимо дальше развивать эту тему, говорить с ребенком, в школе говорить. Индивидуально говорить, потому что если сейчас у других родителей, что психологи часто формально выполняют свою работу? Если уже видят, что какие-то противоправные действия, может, он умалчивает, но уже подразумевается, то, конечно, здесь необходимо незамедлительно подключать органы внутренних дел, либо иные правоохранительные органы. Поэтому, ну, если вместе эта вот система не будет работать, то мы будем получать тяжкие преступления в отношении с Шенелей. Поэтому думаю, что здесь, как я уже сказал, обратить внимание именно всех, кто общается с детьми. Вот с чего началась наша программа, когда, Надежда Евгеньевна, Вы перечисляли, вот так вот можно. Вот Вы все вот это, что сейчас Александр перечислил, Вы это перечисляли относительно того, кто не выполняет или в чем-то нарушает даже законодательство. Если кто-то где-то недоработал, то вот мы имеем, пожалуйста. Относительно психолога, Миша, я знаю, что у Вас в Следственном комитете тоже работает психолог, потому что дети уже приходят, да, Марин, уже против них совершено преступление, и уже и так натерпелись бедно. Да, поясню, вот как раз у нас в отделе криминалистики работает специалист-психолог, специализация это работа с детьми. То есть иногда ребенок не может воспроизвести обстоятельства преступления, должен быть наважен прежде всего контакт психологический с ребенком. Иногда дети более старшего возраста стесняются рассказать, родителям, там, следователю. То есть для этого психолога также существует дежурство, она выезжает по всем фактам совершения преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе и когда несовершеннолетние совершают у нас преступление, психолог у нас работает. И в принципе результаты достаточно хорошие, то есть эта должность себя неоднократно оправдывала. У нас отдельно создан кабинет для работы психолога, то есть у нас есть оборудование специальным зеркалом Гизела, это чтобы телезрители понимали это, так скажем, зеркало, которое исключает возможность визуального восприятия, например, преступником в случае его опознания ребенком. То есть ребенок находится в отдельной комнате. А ну как будто мы увидим это часто в российских сериалах. Черное стекло, ну как проще сказать. Да, ребенок находится в отдельной комнате, он не видит преступника, чувствует себя комфортно, но тем не менее может его, так скажем, спокойно познавать, попросить его пройти. Преступник его не видит, а он видит. Не видит ребенка, да, я говорился. Естественно, ребенок может попросить совершить какие-то действия. То есть это удобно. И в принципе ребенку даже важна атмосфера. Одно дело это кабинет, так скажем, с такими серыми тонами. Конечно, это сразу, если ребенок пришел пронить страшно от этого вида белого халата. Или там соответствующие обои, какие-то игрушки. Ну и атмосфера для ребенка создается. Да, я была у нас в кабинете психолога, конечно, довольно-таки комфортная. Да, позволяет ребенку себя чувствовать, так скажем, в какой-то своей детской среде, где ему более привычно. Саша, у вас инспектор, у вас есть тоже психологи какие-то? Или инспектора по делам несовершеннолетних он сочетает в себе, насколько мне известно? Он и врач, и педагог, и психолог, и все на свете. Да, инспектора у нас, как правильно сказали, должны обладать, наверное, больше такими качествами. И психолога, и мать заменить, когда кого-то, то есть контакт выставить с ребенком они должны. Поэтому вот эти все навыки новым сотрудникам мы прививаем, более опытные обучают. И, ну, как бы без таких навыков работать сложно с детьми. Потому что, ну, порой все-таки первый, кто с ними общается, это все-таки, ну, инспектор АПДН. Еще когда дети даже не совершили преступления, а какое-то, можно сказать, незначительное противоправное там поведение присутствует, надо провести профилактическую работу, конечно же, инспектор АПДН ее проводит. У нас на сегодняшний день около двух тысяч, ну, учете состоит несовершеннолетних правонарушителей по различным основаниям. Ну, а двух тысяч? И более двух тысяч родителей. Поэтому, а инспекторов, ну, их сто человек на всех, по всей области, поэтому... Это как многодетная мама, да? Правильно. Много-много детишек. Поэтому, если все не будут этой проблемой заниматься, конечно, правоохранительным органам все вот это не предотвратить. Поэтому здесь уже все должны понимать, что только совместная работа позволит нам как-то переломить ситуацию и не допустить вот совершения как в отношении детей, так и со стороны детей. Сейчас мы говорим, вот уже при ходе лета, да, профилактическая работа, наверное, какой-то... Это уже на летнюю самозанятость ребенка или, допустим, дай Бог, будут оздоровительные ноги ряд, да, туда выезжаете, то же самое. Ведь, наверное, не очень хорошо, когда... Я знаю, что многие очень боятся как огня, не дай Бог, что из моего ребенка поставят на учет. Это уже, считаете, загубленная жизнь? Некоторые родители рассуждают. Конечно. Все, что угодно, только не на учет. Конечно, так и есть. Потому что многие родители видят своего ребенка там, да, в каких-то серьезных вузах. Где-то даже в вузах правоохранительных органов, военных вузах, действительно, где, ну, какой-то, можно сказать, так... А это уже ставят крест. Грубо скажу, да, криминально. Да, характеристика такая, да, уже будет... Практически исключает, да, поступление. А что касается лагерей, мы, вот, практика уже много лет существует, мы практически в каждый лагерь выезжаем, берем с собой, там, кинологов с собаками. Ну, детям очень нравится, когда там какие-то показательные выступления сотрудников, да, там, там, собачка там побегает, попрыгает, там, Росгвардия приезжает. Да, они показывают, да, приемы самообороны. Ну, как бы, детям интересно, во-первых. Во-вторых, развивается какое-то, может быть, патриотическое восприятие всего. Поэтому лагеря для нас это как площадка для профработы в летний период. Про профработы, я знаю, Миша, у нас еще есть кадетский класс, да, который тоже курирует следственные комитеты, ведь это тоже как вариант один для родителей, я надеюсь, который не требует много денег от семьи, что ребенок под присмотром и в нужном направлении развивается. Совершенно верно. Вот как коллеги говорят, мы тоже выезжаем и практические занятия проводим. Это и не один класс, это десятые и девятые классы. Их там несколько в 16-й школе города Твери. У нас заключен договор о совместной деятельности. Мы преподаем, так скажем, в этом учебном заведении, приглашаем кадетов для прохождения у нас практики, то есть показываем изнутри нашу работу. И как бы дети мотивируются, да, у кого-то там есть специализация своя, где-то лесной, где-то дорожно-патрульная служба, где-то там правоохранительная служба, следственный комитет. И у нас уже один сотрудник с этого класса работает, мы, так скажем, в хорошем плане воспитали. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что да, эта работа, она очень важна, это и превенция, это и как бы воспитание. Детям хочется дать именно то, что ты уже сам прошел, то есть что они задают, они живое общение. Это великолепно, если ребенок попал, у нас, к сожалению, программа, попал в кадетский класс, мы, я думаю, отдельную тему программы проведем. Надежда Евгеньевна, ваши рекомендации родителям, педагогам, детишкам в период каникул профилактических? Ну, наверное, хочется сказать самое главное, что все со мной здесь согласятся, не бывает плохих детей, бывают плохие обстоятельства, в которые они попадают. Потому что у нас несовершеннолетние, и это малоопытный человек. И еще со своим собственным менталитетом и понедельным аппаратом таковым, что если он уже вырос физически, значит, он, наверное, все-таки и эмоционально, морально тоже может за себя постоять. Нет, это не так далеко. Я желаю всем родителям обеспокоиться этим летним периодом, вне зависимости от возраста ребенка, контролировать его и помогать ему во всех ситуациях, в которые ребенок попадает. В первую очередь, родители, конечно. Марина Юрьевна, ваш совет, как специалиста, который уже сталкивается с крайней проблемой? Ну, крайняя проблема, к сожалению, у нас начинается с какой-то небольшой, поэтому я, наверное, присоединюсь к словам Надежды Евгеньевны. То есть нужно контролировать детей, понимать, чем они живут, и заботиться о них. И как мы тогда говорили, да, любить своего ребенка, да не забывать. Александр, ваша главная рекомендация, все-таки вы, что называется, первым встаете в этой войне лицом к лицу к проблеме. Я соглашусь, что, да, с детьми надо заниматься, с каждым ребенком. Они, правильно сказали, плохих детей не бывает. Но если уже что-то произошло, пусть минимальный какой-то звоночек, незамедлительно просто необходимо сообщить. Вот органы тренировок, пускай это будет просто там, да, какой-то, не знаю, ребенок пошарил, но надо сообщить, потому что все это может перерасти в очень серьезные обстоятельства. Поэтому я вот обращаюсь, родители, чтобы не стеснялись, где-то кто-то боится, сообщите лучше и предотвратите более тяжкие последствия. Тем более, что телефон по лице известен, где бы ни был, в областной центр, это или районный центр, или это на даче, или в деревне, неважно. Неважно. Неважно где. Миша, а ваша рекомендация? Я тоже самое присоединяюсь. Если ребенок в опасности, у нас тоже телефон в следственном управлении. Берегите своих детей, общайтесь с ними, дети, берегите своих родителей. Вы также за них ответите, в ответе, какая они за вас. Поэтому всем здоровья и будьте аккуратнее, прежде всего, следите за собой и не допускайте каких-то негативных моментов. Уважаемые друзья, напоследок, вы работаете совместно по этой проблеме, да, подключаются и органы власти, и кого вы перечислили, да, Надежда Евгеньевна, и здравоохранение, и соцзащита, и Министерство образования, все вместе. Спасибо огромное за участие в программе. Надеюсь, что лето пройдет у нас без особых происшествий. Здоровья вам. До свидания.